Эхей, здорово, ребята, Романович, у аппарата, как видите, я немножко обновился, я решил немножко стримов запускать, у меня появился микрофон, ряд подсветок, гирлянда сверху, лампочки и вот эта непонятно штука сзади, потом, скорее всего, я переделываю в виде молнии, пикачу, силу, собаки, человека, я не знаю, еще придумаю, на что хватит этой длины ленты и моей фантазии. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как я провел свой 2022 год, я ездил по приютам, по выставкам, фестивалям различного рода и начнем немножко пораньше, 2021 года, потому что в ноябре 2021 мы с Александром поехали впервые в приют Ржевка, это был мой первый приют, у Александра тоже и мы решили поделиться каким-то своим впечатлением. Прошел уже год и в ноябре 2022 года, сейчас уже 2023, я снял небольшой ролик, я снимал несколько раз, переснимал и вот видите, у меня руки дошли только сейчас, чтобы все это как-то более-менее скомпоновать, уже все праздники прошли, поэтому с прошедшим, с Рождеством, с 23 февраля, с 8 марта, ну я надеюсь, к апрелю, к своему дню рождения, я наконец-таки этот ролик выпущу. Цель данного ролика ни в коем случае вас не запугать и не сказать, что вот там какие-то препятствия есть, я хотел банально приехать, а тут вот мне, не знаю, на территорию не пускать, ни в коем случае. Я хочу просто показать, что банально просто выгул собак, это уже будет с вашей стороны доброе дело, большая помощь для приютов, там очень много собак, волонтеров не хватает и очень хорошо, когда кто-то приезжает, какие-то частые гости и кто-то берет ку радосту, например, и выгуливает свою собачку. Это очень замечательно, это очень облегчает работу приютов. Собака таким образом социализируется, привыкает к человеку, к чужому человеку, к чужой обстановке, можно погулять за территорией приюта, она привыкает к шуму, например, к каким-то курьерам, бегущим детям, и таким образом есть больше шансов, что она наконец-таки найдет своего человека и пристроится в дом, где она будет жить долго и счастливо. Сейчас я более-менее вкратце расскажу про то, как мы с Александром все это дело проворачивали, как мы гуляли с собачками, ролик будет примерно на 20 минут, расскажу про некоторые нюансы, с которыми я столкнулся, ну и сразу же давайте перейдем к вашему домашнему заданию, потому что у меня будет несколько роликов, и в следующих роликах я буду рассказывать уже про какие-то другие темы, допустим, по поводу более конкретной помощи приютов, что можно туда провести. Сейчас я вкратце просто расскажу, это банальные вещи, да, то есть казалось бы, игрушки и корм, да, что еще можно? А вы, пожалуйста, напишите вот тут вот снизу в комментариях, возьмите сейчас вот ручку, бумажку, запишите себе, запомните ее как-нибудь, потом в комментариях также все это отпишите, чем можно еще помочь приюту, помимо вот выгула собак, помимо закупки корма, перевода денег, что-то там привезти, что еще можно сделать? Также, если вы, например, уже помогали приютам и уже знаете, чем можно помочь, пожалуйста, распишите, чем вы конкретно помогали, для того, чтобы новые люди, которые будут смотреть этот ролик, которые не знающие, вообще ни разу в приютах не ездили, не были, вообще собак только на выставках смотрели, могут заодно, поделитесь просто своим опытом, заодно они узнают, заодно они как-то там сообразят, что, блин, еще оказывается так можно сделать. Может у вас банально на балконе что-то есть, какой-то матрас, вы можете без проблем его почистить, привезти в приют, старые пледы, например, подушки какие-то, то есть там очень много на самом деле вариантов. Самый простой вариант я написал просто Валерии, это руководители фестиваля Ветер Перемен, сейчас называется Путь домой, о том, как можно помочь организацию, организации фестиваля. Она мне отправила на мой запрос, отправила порядка 17 голосовых сообщений, в каждом было порядка трех вариантов. Это просто организация самого фестиваля, то есть что можно привести на благодарительную ярмарку. Например, банально вы вяжете свитер, там, не знаю, мужу, там, сыну, либо там носочки какие-то, либо у вас анигуруми, например, умеете заниматься, либо картины рисуете, фотографируете, уже ваше творчество можно применить на организацию фестиваля, что-то можно смастерить, какие-то поделки, открытки, например, может быть, у вас там, вы СММ занимаетесь, у вас там таргетиковая реклама хорошо развита, у вас есть уже какие-то группы ВКонтакте, то есть просто подумайте, на самом деле много вариантов. У меня про это будет отдельный ролик, поэтому сейчас давайте все-таки перейдем в Ржевку в ноябрь 2022, ну, год спустя, после 2021, короче, эпичный ролик, поехали. Здорово, ребята, Романович у аппарата, как видите, у меня вот есть микрофончик, а сзади меня знакомая для вас обстановка. Это приют Ржевка, мы тут были с Александром примерно год назад, и примерно год назад началось мое, скажу так, странствие по приютам. Началось чуть-чуть пораньше, в 2018 мы еще с Александром ходили по всяким выставкам, фестивалям, всяким там сферам там различного рода. И что-то как-то у меня появился новый телефон год назад, и я говорю, Александру, давай поедем в приют, он такой, давай, почему бы нет, давно планировали. И почему-то мы выбрали Ржевку. Я не помню почему, но, скорее всего, потому что у них банально во вторник, когда выходной был у меня и у Александра, просто так совпало, у них тоже, как бы, типа, открытые двери с 12 до 16, поэтому мы решили, давай, Ржевка, вроде как, большое, вроде как, что-то где-то постоянно участвует, наверное, будет очень интересно. Так мы попали сюда в первый раз вообще в приюты, я вообще планировал проехать порядка 12, ну, каждый месяц, отдельный приют, 12 приютов, различных, все это поснимается, все для вас, специально все это сделать, выложить, но так получилось, что за весь год я приехал целых аж 3 приюта. Это Пушдомик, Коткурорт и вот Ржевка, но я проехал их несколько раз. То есть в Ржевке сегодня я, наверное, раз уже 4-5, я, честно говоря, даже уже не считаю. В Пушдомике где-то было раза 2-3, а в Галкино-Подворье еще один раз был, и в Коткурорте где-то раза 4-5. Ну, короче, я уже, видимо, перевыполнил эту ачивку, я там прям, точнее, этот челлендж, я уже прям гораздо больше 10-ти там проехал, но я вот планирую все-таки по разным приютам, для того, чтобы вы понимали, что они себя представляют. Сегодня мы с вами поговорим о 2021 году, о ноябре, потому что именно тогда я отчитываю с того момента, как я влюбился в эту зоосферу, именно с ноября. Поговорим про 2024 год, но начнем немножко с ноября. Почему? Потому что мы тогда с Александром посетили приют, он назывался Ржевка, мы очень долгое время думали, чтобы такое нам посетить, мы обычно ходили на всякие выставки, фестивали, форумы, пространство, всякие хаски-шоу, корги-шоу, вот эта всякая вот эта штука. Вот, и в итоге мы решили, почему бы нам бы не съездить куда-нибудь в приют. И, наконец-таки, мы выбрали приют, долго выбирали по интернету и выбрали Ржевку. Почему? Потому что у них есть работа по будням. То есть банально с 12 до 16 каждый день ребята приезжайте, можете в входные, можете в будни, а нам как раз нужно было в будний день, нам нужно было во вторник. Поэтому мы поехали сразу туда, позвонили, спросили, нужны ли какие-то вкусняшки, лекарства, что вообще, дверью-то обычно берут. Нам сказали, что вот есть список, ребята, вообще-то есть группа ВКонтакте, можно туда зайти и там посмотреть, как бы логично, что вы приезжаете, или по приютам катаетесь, и там посмотрите, что необходимо нам. Мы просто взяли корм, берут игрушку для собаки, потому что мы не знали, что брать, поэтому с этим вот небольшим багажом поехали просто в неизвестность. Приехали, зашли, первым делом нас спросили, ребята, вы в первый раз в приютах? Это стандартный вопрос, поэтому не бойтесь, если вам будет его задавать, это в принципе нормально. Отвечайте честно, говорите, да, я в первый раз в приютах, да, у меня там была в детстве с собакой, да, у меня там была собака у друга, например. Я вообще по кошкам, я сюда приехал ради кошек, мне сказали, типа, тут есть собаки, иди посмотри, я вообще как бы не ожидал, что сюда пойду к собакам смотреть. Это в принципе нормально. По вашим ответам волонтеры будут подбирать вам собаку. Девочкам обычно дают собак попроще, мальчикам немножко посложнее, в том плане, что они могут дергаться, то есть надо будет просто крепче держать поводок, в принципе-то и все. Обычно дают собаку, вот нам давали сколько раз, это 2-3 года. Ну это в принципе стандартная собака в приютах. Есть более, собаки постарше, 6-8 лет, например, с ними тоже можно комфортно прогуляться без проблем. Когда вы решите поехать в приют, будьте готовы к тому, что вы не будете знать, где он находится. Такая банальная штука, то есть вы решили поехать, а где он находится, куда ехать-то? Для того, чтобы узнать адрес, а они обычно не указывают его, сейчас объясню почему, вам нужно будет написать личные сообщения. Обычно пишут ВКонтакте, просто, ребята, я хочу поехать в такой-то день. Во-первых, желательно записываться, потому что вдруг у них банально какие-то форс-мажоры могут произойти, они вообще не готовы воспринять, у них, допустим, нету по будням, либо, например, они вообще к себе никого не принимают. Бывают и такие ситуации, сейчас я объясню почему. Первое, по поводу адреса. Адрес не указывают, потому что им могут кого-то подбросить. Я вначале вообще не понимал, потому что, ну, я вот ролик сделал, и хотел показать наоборот, что вот карта гугла, специально увеличивается, вот там план вот этого приюта, и вот мы там подлетаем к нему, чтобы все это было красиво. Мне сказали, так делать не нужно, потому что на плане можно будет узнать адрес, и можно будет кого-то подбрасывать, можно подбрасывать отраву, можно всякие гостинцы, скажем так, с котятными собачками, ну, в сумки приносить, привязывать больных собак, например. Почему не впускают приюты, почему они могут быть как будто бы закрыты, то есть вы приходите на саму территорию, выбираете собаку, дальше туда вот, во внутрь вам заходить нельзя. Там очень много собак, представьте себе, откуда их берут, и берут с улицы, они находятся в дещайшем стрессе, взяли собаку с улицы, просто провели какую-то медицинскую процедуру, обычно стилизация, вакцинация, чипирование, и поместили в вольер, и там она сидит в стрессе. И за какое-то время она привыкает уже к сотрудникам приюта, может быть, к каким-то частым гостям, может быть, к каким-то волонтерам отдельным, она привыкает к людям, которые постоянно с ней гуляют, и потом появляетесь вы, то есть вам дают собаку, она вся просто в шоке, кого это не тут привели, и первые 15 минут, когда вы будете с ней гулять, она будет вообще на вас, скорее всего, не обращать никакого внимания, она будет ходить, там что-то перепомечать, что-то там обнюхивать, и их будет вообще не до вас. Поэтому всякие вкусняшки и прочее, в принципе, ну, это не знаю, на мой взгляд, это бесполезно. Она просто их съест, пойдет дальше по своим делам. Потом она, когда уже нагуляется, уже такая, так, ну я тут вроде бы все, так, ты кто? Давай знакомиться. И вот тогда вы даете уже всякие вкусняшки, можно какие-то игрушки с собой принести, например. То есть мы с Александром специально уже возим, тут у меня целая сумка подарочков. Но, еще отвечу, вас не пускают вовнутрь, потому что они могут друг друга погрызть. Они просто начинают реагировать, кто-то там вдалеке, например, может залаять, какая-то более скромная собачка такая, начинает подскуливать в ответ, то есть там что-то, какая-то шумика, надо тоже посмотреть, и начинают все, просто всем вот этим вот, сколько там, 300 собак, например, начинают все это лаять. И они могут отреагировать, у них эндерфинчики в голове так всплывают, и могут покусаться. Ну, знаете, как у котей бывают такие кусь, вот примерно так же у собак может произойти. Поэтому лишний раз просто вас туда не впускают. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у меня в сумке с собой обычно. Значит, я обычно таскаю, у меня есть специально вот такая сумочка. Сейчас, скорее всего, шумы услышите, это нормально. Значит, вот такие вот уточки, пищалки разного формата, пищит, вот, крокодильчики, вот такие игрушки есть, сюда получается, можно будет какие-то вкусняшки спрятать, и собаки начинают нюхать, пытаться тут достать. Потом эти игрушки обычно я оставляю им. Я просто взяв, потому что я таскаюсь по фестивалям выставкам, там бывает это нужно. Поводок, у меня в данном случае идет на 3 метра, но, в принципе, лучше вам брать на 5 метров, либо просить там. Ну, обычно там выдают, а наконец советуют брать свой. У меня на 3, лучше брать на 5, на 5, на 10, потому что собака будет, скорее всего, вдалеке ходить, чтобы вам за ней особо так вот не бегать. Лучше на 5 метров, пусть она там свободно себе гуляет по радиусу, где вы ходите. Гуляйте. Вот такая вот красота. Крепушечки. На длинном поводке, это, конечно, идеально. Собака выгуливается совершенно по-другому. Берем различного рода игрушки, то есть это бывают вот такие койца, бывают какие-то мячики, то есть, наверное, мячиков нету. Берем с собой, ну, это расческа для кошек, в принципе, собак тоже подойдет. Какого-то рода вкусняшки, есть более интересные вкусняшки, это игра, например. Ну, мы берем просто потому что вот, потому что вот, перчатки беру обязательно, без них, слушайте, вообще никуда, и берите с собой пакеты. Бакеты для смены обуви, одежды, у вас может запачкаться, влажные салфетки, вот это все. То есть, примерно берите те вещи, которые вы обещали с собой на дачу. У меня целая куча перчаток, потому что вдруг кому-то понадобится, и перчатки для кошечек есть. В принципе, для собак тоже подойдет. Для кошек также можете какие-то вот эти вот всякие штучки взять. Киса. На. Иди. Игань. Всякого рода расчесочки, ну, вот это для, на случай, вычесывания шерсти. Вроде бы все. Ну, себе какие-то вкусняшки возьмем, то есть, бананы, не знаю, термос, например, если этот приют далеко находится. Есть, кстати, приюты, которые могут, то есть, вы им пишите, говорите, вот я хочу к вам приехать, вас туда вообще не пускают, потому что, во-первых, они находятся далеко, во-вторых, там, допустим, какая-то закрытая территория. Бывают какие-то, нужно еще, допустим, ГПП проходить. Вам нужно до них еще добираться, нет транспорта. То есть, приюты не просто так, что вы идите из метро, вышли и вот, пожалуйста, зашли. Нет, они бывают, находятся очень далеко по всей Ленинградской области, поэтому просто будьте готовы к тому, что нужно будет ехать через три автобуса. Это стандартная тема, я уже к ней привык. Этот больше. Во, все, что-то пошло. Пошел процесс. А тот возьми, как бы, да, пытается, видишь, его погрызть. Давай, мать. Давай. Или вот тот. Кто-то получит, тот пищит. Все, вот это значит, все. Значит, этот. Все, мы выбрали. Смотри, пытается, пытается, смотри, смотри. Александр, могу помочь. Нет, пульсов почеши, не знаю. А думаешь, ей понравится? Ну, если укусит, но, видимо, нет. Ненормально? Ну, я думаю, это показатель подчиненности у собак. Понимаешь? На спине лежит. Кстати, еще, да, вот вкусняшки для кортиков. Мы такие берем, либо с рыбой, там, с курицей, что-нибудь такое. Просто это с сыром, это для нее она как бы любит. И мячики различного рода. Это у нас очень хороший такой мячик. Ну, можно, в принципе, поменьше взять. Я обычно покупаю либо на Азоне, либо на Алиэкспресс. И обычно просто там оставляю, чтобы с собой лишние канаты. Это делается зачем? Разного рода игрушки мы берем, для того, чтобы понять, что нравится собаке. Потому что ей, допустим, пищалки не особо. Зато она любит гулять с палочками. Поэтому ей специальные палочки, такие вот резиновые продаются. Можно с ними, допустим, поиграться. Кто-то, вот Лайма, например, она любит таскаться за всякими вот этими мячиками, но потом она резко устает и ей всякие канатики подавай. Поэтому просто берите разные, разнообразные. В принципе, они там, ну, деньги потратите, но ради этого вы то и едете, чтобы пообщаться с собачкой и ей какое-то внимание уделить. Это, в принципе, нормально. Вот, наконец-то мы с Александром пришли в приют. Не прошло пяти минут с начала этого ролика. Мы приходим в приют, нас спрашивают, часто ли вы были в приютах, были ли вообще, есть ли у вас опыт общения с собаками, вот эти все дела. Мы рассказываем, как есть, что, да, была собака, были на фестивалях выставков, нам на выставке такой-то понравилась такая-то собачка, мы увидели рекламу вашего приюта, вот это все вам выдают. Нам первую собачку выдали Рула. Саша почему-то назвал ее Руной, и поэтому мы весь ролик называли ее Руно. Ну, не суть страшно. Активный песик был, девочка. Мы поиграли на внутренней площадке, и вот тут снова отступление, потому что на некоторых приютах есть площадки, а на некоторых нет. И когда мы потом поехали в марте, немножко забегая вперед, 22-й год, когда мы поехали в Кот-курорт, нам выдали собачку и сказали, что площадка находится, это вот так вот пройти, вот потом через журналистную дорогу, потом в парк, потом там будет небольшой загон. Мы долго искали, где он находится по карте, и так и не поняли. Но когда мы пошли в парк, мы увидели, что есть какое-то непонятное ограждение, подумали, наверное, это оно. Зашли и увидели, что там уже люди гуляют с собаками, то есть собаку можно там отпустить с поводка, и она там себе спокойно бегает, прыгает. Единственное, что она потом выдали вторую собачку, которая перепрыгнула, точнее пыталась. Она прыгает так, что у нее получается на уровне, на уровне вашей груди будет находиться ее задние лапы. Она очень высоко прыгает, поэтому будьте тоже с этим осторожны. Бывают какие-то внутренние площадки, бывают внешние. Если вы в первый раз в приюте, вам скорее всего скажут, идите во внутренний двор, ну как бы внутри гуляйте этого вот приюта. Почему? Тут вопрос не в том, что какое-то доверие, что вы можете собаку забрать, там не знаю, тут же выйдя за порог, вы ее сразу давай-давай в машину, и потом ей там решите причинить добро, она у вас будет жить долго и счастливо у вас там под пледом, не знаю, момент в том, что собака может себя повести не так, как вам хотелось бы, или вы можете повести себя не так. Бывает такое, что люди, например, любят лошадей, но когда их видят вблизи, они их боятся. Ну, например, собака может себя тихо-тихо вести, а потом, допустим, за территорией приюта начать лаять на прохожих, либо заскулить, либо у нее что-то может заболеть, например, укусить курьера. У меня был случай, когда собака запрыгнула на машину, то есть она идет-идет, потом фигает, когда запрыгнула на машину, ну, нормально вообще. Хороших никто не видел. Блин, я надеюсь, меня за это как бы не поругать. Не, мы идем на самом деле, а собака берет, такая запрыгивает, я даже вообще не ожидал, что она так умеет делать. Поэтому мы потом шли подальше от машины, вообще от людей в стороне. Мы погуляли по парку, вернулись, все нормально. На внутренней территории, конкретно в Ржевке, есть специально такая небольшая спортплощадка, если ее так можно назвать, где мы погуляли с собачками. Там ряд палетов друг на друга сложены, в принципе, это нормально. Нагулявшись с одной, мы взяли вторую, второго нам выдали шкипера, это такая собака, скажем так, лицо этой компании. Она просто постоянно везде участвует, во всех акциях, в магазинах, выставке, в фестивале, различные, какие-то городские мероприятия, то есть она, постоянно шкипер, это прям вот лицо, прям передовой такой идет, собакен. Поэтому если вы увидите, сразу знаете, типа, блин, точно это же Ржевка. В принципе, у меня так и случилось, и когда я пошел на Лапофест, увидел знакомого пёселя, думаю, что-то где-то я видел. Потом мне говорят, типа, так это же шкипер. Блин, то есть Ржевки который? Да, точно, это он. И тогда я понял, что значит, тут присутствует Ржевка, в этом приюте я уже гулял, значит, можно с ребятами пообщаться по поводу того, когда сейчас доехать, что им нужно, какие там дела, новости какие обновились, вот это вот все. Поэтому, просто обращайте на это внимание. Кстати, вспомнил, был еще один случай, когда мне выдали собаку, а она могла выкрутиться из шлейки. Это не поводок, вот это вот все, ну, в смысле не ошейник, это когда вот такой бронжилетик такой одевается, шлейка, и она могла, как кошка, выпрыгнуть из него. Поэтому еще вот таких ситуаций, чтобы не было, лучше гулять первый раз, по крайней мере, лучше на территории приюта, когда вы прикидете уже собаки, когда собака уже привыкнет к вам, тогда уже можно будет гулять за пределами. Вообще, изначально дают такую собаку, с которой будет меньше хлопот, особенно если вы первый раз гуляете вообще, вообще, вообще в приютах. Потом, как бы, вам будет чуть попроще. Поэтому я говорю, с самого начала, говорите честно, я первый раз в приютах, я вообще боюсь собак, дайте мне какую-нибудь самую такую, просто спокойную, нормальную собаку, просто погуляю, делаю доброе дело, потом пойду к своим кошкам, например. То есть, тут не нужно, как бы ничего стесняться, говорите как есть. Все? Угу. Замечательно. С какого момента мне начать? С какого угодно. сходили мы в приют, наверное, с этого начну, да, все, вот мы уже вышли. Вот мы пришли в приют, и вот, наконец-то, мы оттуда вышли. Да, мы пришли в приют, спросили, если вкратце, совсем, вот, 4 часа, которые мы там провели. Пришли в приют, нам выдали собачку, мы с ней погуляли, гуляем, мы обычно с Александром где-то примерно по часу, по два, это в принципе нормально, то есть, мы за приезд гуляем с двумя собаками, но гуляем долго. Бывает по пляжу можем прогуляться, это тоже нормально. Выдали одну собачку, выдали вторую собачку, потом мы сходили к кошечкам, с ними пообщались, погладили вот это все, и в принципе вышли, наконец-таки. И когда мы вышли, мы начали друг с другом обсуждать вообще, каково это, первый раз посетить приют, вот это вот вдохновение, вот это вот ощущение, типа, вот мы делали какое-то доброе дело, и потом договорились о том, что мы поедем в следующий приют, это будет кот-ку-род. На тот момент, в ноябре, у Александра была уже, был уже котик, из кот-курорта, и он говорит, типа, давай поехали к ним. Это находится в Сестарецке, так как бы нужно мне ехать, с Колпина до Сестарецка, ну так нормально. Если контент зайдет, с ним пора, с других приютом без проблем. Ну на этом, наверное, пока все. Если будут вопросы, спрашивайте, ответим в комментариях, что еще Александр хотите добавить. Любите животных, не знаю, помогайте всем. Спасибо приюту, за то, что он столько жизни спасает. Кстати, очень много, наверное, питомцев проходит через их руки. Это мы сейчас посмотрели, это, наверное, сотни просто проходят каждый год, каждый раз. Мастык, когда собаки вырастают, да, некоторые снова появляются. Например, я брал своего кота из приюта, только из другого. Вот, и он теперь счастлив, ему хорошо. следующий приют может быть твой, вот, в следующий раз и съедем. Ну да, мы, по-моему, только долго ехать даем, но мы съездим. Хотел я снять формат, что интервью, но люди, как бы, были за работой, не стал их отвлекать, поэтому получилось так, что мы просто походили, поснимали, немножко в другом формате все это вышло, но ничего страшного. Значит, комментарии оставляйте под видео, либо приходите в группу, там спрашивайте, без проблем отвечают. Можете точно так же, как и мы, просто приехать вот так вот и просто пообщаться с ними. Без проблем, как бы, допускают, можно снимать все, что угодно, как нам сказали, пока не мы снимали, что можно было снимать. На этом, пожалуй, все. С вами был Александр, с вами был Роман. До следующего включения. В целом, все, ребята, надеюсь, я вкратце попытался вам рассказать о том, как мы в первый раз посетили приют. На самом деле, другие приюты в целом схожи, в целом все то же самое. То есть, я специально просто вам расписал, что потом в дальнейшем, в 2022 год, когда я буду рассказывать, вам все это не повторять. Здесь у вас еще какие-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Я сам не особо много чего знаю, это просто, вот ряд приютов я посетил, я, кстати, посчитал, у меня получается больше 12 там вышло, если по несколько раз. Поэтому, вот какой опыт есть вот за один год, я вот вкратце вам рассказал. То есть, самое простое, это напишите им в комментариях, напишите им в личные сообщения, ребята, я хочу к вам приехать, что нужно. Я не вам распишу, как добраться, что нужно, с собой взять, какие собачки вам понравились, это все потом, вы с ними даже согласуете. И все, дальше будет проще. Не обязательно там ждать целую команду, там 20 человек, всей группой там собираться. Вы можете небольшой компании в 6 человек, можете вдвоем, как мы с Александром. Есть специальная группа ВКонтакте, например, Империя Добра, если не ошибаюсь, и Среда. Там есть специальные компании, которые как раз вот объединяются и едут сразу в какой-то определенный приют и говорят, что нужно с собой взять. Можете таким образом попробовать. Есть массовый выгул у собак, например. Это часто в Ржевке либо в Галгеном подворье проводят. Можете еще так попробовать. Ну, либо вдвоем просто собрались, поехали. Мы с Александром, когда едем, я сразу говорю, ну, два мальчика пришли, значит, нужно две собаки. Я говорю, нет, нам нужно одну собаку, я буду снимать и пиарить эту собаку. То есть, мы поступаем таким образом. Своего рода тоже помощь на самом деле. Все, я сходил за кисой. Вот, потом получают вот киса, киса, киса камера, привет, передай лапой по машине. Э, киса, ты в расфокусе. Ладно. Потом, я уже в декабре взял себе кошечку, вот она уже год, она у меня со мной. И потом поехали действительно в код-курорт и там были немножко свои интересные приколы, потому что ржевка это, все, не любит она на руках сидеть, так она за год и не привыкла. Ржевка, потому что это большой приют и я рекомендую вначале, если вы в первый раз вообще едете в приюты, это начать ржевки. Там уже все опробировано, все сделано. Потом поехали в код-курорт и это наоборот маленькие приюты. Маленькие приюты, там тоже есть свои фишки небольшие, там очень ограниченное количество вообще собак, которых можно туда завести, кошек, поэтому большинство из них находится просто на передержках. Там очень долгая история, поэтому давайте это оставим на следующий выпуск, а этот выпуск мы с вами заканчиваем. Спасибо, что посмотрели, всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok